11 ноября в Москве начал работу форум «Металлэкспо-2014», собравший участников из более чем 30 стран мира. Сегодня у нас открывается 20-я юбилейная выставка, в которой вы все активно принимаете участие и уже принимаете в 20-й раз. Это уже 20-я выставка, и несмотря на санкции, форум становится еще масштабнее. Что касается рязанских компаний, то здесь можно говорить о перспективности нашего региона и развитии в Рязани инновационного промышленного производства. Как депутат Государственной Думы фракции ЛДПР от Рязанской области является членом Комитета по промышленности. Я считаю, что для Рязанской области это очень перспективно и важно, потому что Рязань, на мой взгляд, может сегодня зарабатывать тремя направлениями сельских хозяйств, туризм и развитие промышленности ее восстановления. Выставка «Металлоэкспо» говорит о том, что санкции нас только подталкивают к тому, чтобы продемонстрировать всему мировому сообществу нашу возможность конкурировать. Мы сегодня на круглых столах как раз и будем говорить о повышении уровня кадрового потенциала на предприятиях промышленного комплекса сельхозмашиностроения, оборона промышленного, металлургии, в том числе, о которой мы сегодня говорим. И я очень рад, что мы сегодня с нашими коллегами, депутатами фракции ЛДПР в Государственном Думе именно посещаем рязанские выставки, стенд для того, чтобы в том числе рекламировать нашего регионального партнера. В рамках форума состоялся круглый стол, на котором обсуждалась концепция закона о профессиональных инженерах. Профессия инженера должна стимулировать развитие всех инновационных элементов в каждой отрасли, в том числе и металлургии. Мы считаем, что все-таки нужно повернуться к роли конкретного инженера. То есть мы говорим о чем? Что результатом любой промышленной продукции, строительства, что вы хотите, основой является инженерная мысль. Чем эта мысль глубже, продуманнее, проработаннее, чем она внятнее изложена и передана окружающим, тем надежнее, безопаснее или экономически эффективнее будет результат. Вкратце суть закона состоит в следующем. Квалификацию профессиональный инженер человек может получить лишь после разработки нескольких авторских проектов. Трех- или пятилетней работы в качестве инженера на предприятии, а также стажировки в большой производственной международной компании. Я считаю, что этот закон, он действительно должен быть принят. Потому что если мы принимаем закон о промышленной политике, и мы настраиваемся на то, чтобы промышленность нашу восстанавливать и развивать, мы, соответственно, должны поднимить этот закон грамотными специалистами. Не секрет, что в 90-е Россия потеряла свой инженерный потенциал. Теперь пришло время вернуть инженерное образование в авангард промышленного рывка страны. Артем Бухвалов, Алексей Руденко, телекомпания «Город».